Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки. Для тапочек я использовала пряжу Alize Baby Best 250 метров на 100 грамм и спицы номер 3,5. Тапочки начинаем вязать с нижней части. Дальше вяжем мысок тапочек снизу вверх, потом вяжем верхнюю часть тапочек резинкой 1х1 и в конце вяжем подошву и задник тапочек. На спице красной ниткой набрала 85 петель и приступаем к вязанию нижней части тапочек. Первые 14 рядов нижней части тапочек будем вязать красной ниткой узором. Раппорт узора составляет 2 петли в ширину плюс 1 петля для симметрии и 4 ряда в высоту. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. 1 петля лицевая. 1 петлю снимаем непровязанной нить за работой. Провязали раппорт и снова повторяем. Лицевая. 1 петлю снять нить за работой. Провязали второй раз раппорт. И так вяжем до последних 2 петель. Лицевая. 1 петлю снять. Лицевая. 1 петлю снять. 1 петлю снять. На левой спице осталось 2 петли. 1 петля лицевой для симметрии и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала первый ряд. Второй ряд. Первая петля кромочная. Дальше вяжем раппорт. 1 петля лицевая. 1 петлю снимаем непровязанной нить перед работой. Ту же петлю, что снимали в первом ряду, снимаем во втором. Провязала раппорт. И снова. Лицевая. 1 петлю снять непровязанной нить перед работой. Провязала второй раз раппорт. Лицевая. 1 петлю снять. Лицевая. 1 петлю снять. и так продолжаем вязать до последних двух петель третий ряд 1 петля кромочная и до конца ряда все петли провязываем лицевыми петлями 4 ряд 1 петля кромочная и до конца ряда все петли провязываем изнаночными петлями провязала первые четыре ряда нижней части тапочек по такой схеме как вязала предыдущих 4 ряда повторяя схему с 1 по 4 ряд вяжем еще 10 рядов провязала еще 10 рядов нижней части тапочек дальше следующих 4 ряда с 15 по по 18 ряд будем вязать белой ниткой платочной вязкой крепим белую нитку и провязываем 4 ряда с лицевыми петлями вяжем 15 ряд первая петля кромочная и до конца ряда все петли ряда лицевые так провязываем 4 ряда провязала 18 рядов нижней части тапочек длина нижней части тапочек у меня получилось 38 сантиметров и высота 4 сантиметра нижняя часть тапочек готова дальше приступаем к вязанию мыска для начала провязываем белой ниткой первые 35 петель первая петля кромочная и 34 петли провязываем лицевыми петлями провязала первые 35 петель дальше на центральных 15 петлях будем вязать мысок мысок будем вязать таким же узором как вязали нижнюю часть тапочек красной ниткой только будем вязать мысок белой ниткой вяжем первый ряд мыска первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт узора одна петля лицевая одну петлю снимаем не провязанной нить за работой снова лицевая одну петлю снимаем не провязанной нить за работой снова лицевая одну петлю снять лицевая одну петлю снять лицевая одну петлю снять и снова одна петля лицевая одну петлю снять дальше 1 петля лицевая для симметрии и 2 петли вместе изнаночной петлей провязала первый ряд мыска разворачиваем и вяжем второй ряд мыска 1 петля кромочная и дальше вяжем раппорт 1 петля лицевая одну петлю снять не провязанной нить перед работой провязали раппорт и снова лицевая одну петлю снять провязали второй раз раппорт и так провязываем еще четыре раза лицевая одну петлю снять лицевая одну петлю снять лицевая одну петлю снять лицевая одну петлю снять и одна петля для симметрии лицевой и следующие две петли провязываем вместе лицевой петлей провязала второй ряд мыска разворачиваем и вяжем третий ряд первая петля кромочная 13 петель провязываем лицевыми петлями и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей провязала третий ряд мыска разворачиваем и вяжем четвертый ряд 1 петля кромочная 13 петель провязываем изнаночными петлями и 2 петли провязываем вместе лицевой петлей провязала четвертый ряд мыска провязала 4 ряда мыска по такой схеме как вязала предыдущие 4 ряда повторяя схему из 1 по 4 ряд вяжем еще 34 ряда провязала еще 34 ряда вместе у меня провязано 38 рядов мыска длина мыска у меня получилось 9 сантиметров и ширина 6 сантиметров на спицах у меня осталось с обеих сторон по 16 петель и центральные 15 петель мыска вместе 47 петель дальше вяжем так петли на левой спице все 31 петлю провязываем лицевыми петлями вяжем до конца ряда лицевыми петлями белой ниткой до конца ряда вяжем лицевыми петлями петлями дальше приступаем к вязанию верхней части тапочек первый ряд верхней части провязываем лицевыми петлями белой ниткой вяжем 1 ряд 1 петля кромочная и дальше до конца ряда все петли провязываем лицевыми петлями провязала первый ряд верхней части тапочек белую нитку обрезаем соправляем нитку дальше тапочки будем вязать только красной ниткой второй ряд верхней части тапочек вяжем лицевыми петлями красной ниткой вяжем второй ряд 1 петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями следующих 11 рядов верхней части тапочек вяжем красной ниткой резинкой 1 на 1 вяжем третий ряд первая петля кромочная и дальше вяжем резинку 1 петля лицевая 1 изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так провязываем до конца ряда первая петля кромочная и дальше вяжем резинку изнаночная лицевая изнаночная лицевая вяжем до конца ряда провязала 4 ряда верхней части тапочек следующие 9 рядов с 5 по 13 ряд вяжем так как вязали предыдущих 2 ряда повторяя схему с 3 по 4 ряд провязала 13 рядов верхней части тапочек дальше закрываем петли петли закрываем до последней петли последняя петля будет началом набора петель для подошвы и задника закрываем петли закрыла петли верхняя часть тапочек готова длина верхней части тапочек у меня получилось 20 сантиметров и высота 5 сантиметров дальше приступаем к вязанию подошвы и задника для начала нам нужно набрать петли петли начинаем набирать с начальной петли с этого угла вот так по нижнему краю и к этому углу набираем петли набрала петли у меня получилось 119 петель по 18 петель для задника 36 петель и центральной 83 петли для подошвы для начала провязываем 1 ряд на изнаночной стороне лицевыми петлями первая петля кромочной и до конца ряда вяжем лицевыми петлями провязываем все 119 петель провязала один ряд лицевыми петлями дальше следующий ряд провязываем первые пятьдесят три петли вяжем до центральных 13 петель первая петля кромочная 52 петли провязываем лицевыми петлями провязала первые 53 петли дальше на центральных 13 петлях начинаем вязать подошву вяжем первый ряд подошвы 12 петель провязываем лицевыми петлями и две петли провязываем вместе изнаночной петлей провязала первый ряд разворачиваем и вяжем второй ряд первая петля кромочная 11 петель лицевых и две петли провязываем вместе лицевыми петлями провязала второй ряд разворачиваем и вяжем третий ряд первая петля кромочная 11 петель лицевых и две петли провязываем вместе изнаночной петлей разворачиваем и вяжем четвертый ряд первая петля кромочная 11 петель лицевых и две петли провязываем вместе лицевой петлей провязала четвертый ряд провязала 4 ряда подошвы по такой схеме как вязала предыдущих два ряда вяжем еще 60 рядов лицевые ряды провязываем кромочная 11 петель лицевых и две петли вместе изнаночной петлей изнаночные ряды провязываем кромочная 11 петель лицевых и две петли вместе лицевой петлей провязала еще 60 рядов вместе у меня привязаны 64 ряда на спицах с обеих сторон у меня осталось по двадцать одной петли и центральные 13 петель подошвы вяжем шестьдесят пятый ряд первая петля кромочная 10 петель лицевых и три петли провязываем вместе изнаночной петлей разворачиваем и вяжем шестьдесят шестой ряд первая петля кромочная 9 петель лицевых и три петли провязываем вместе лицевой петлей разворачиваем и вяжем шестьдесят седьмой ряд первая петля кромочная 8 петель лицевых и три петли провязываем вместе изнаночной петлей разворачиваем и вяжем шестьдесят восьмой ряд первая петля кромочная 7 петель лицевых и три петли провязываем вместе лицевой петлей разворачиваем и вяжем шестьдесят девятый ряд первая петля кромочная 6 петель лицевых и три петли провязываем вместе изнаночной петлей разворачиваем и вяжем семидесятый ряд первая петля кромочная 5 петель лицевых и три петли провязываем вместе лицевой петлей провязала семьдесят рядов подошвы вот такая подошва у меня получилась на спицах у меня осталось с обеих сторон по 18 петель и центральные 7 петель подошвы на этих центральных 7 петлях дальше будем вязать задник вяжем первый ряд задника первая петля кромочная 5 петель лицевых и две петли провязываем вместе изнаночной петлей провязала первый ряд разворачиваем и вяжем второй ряд первая петля кромочная дальше вяжем так одну петлю снимаем не провязанной нить перед работой одна петля лицевая и снова одну петлю снимаем не провязанной нить перед работой одна петля лицевая одну петлю снимаем не провязанной нить перед работой и дальше 2 петли вместе лицевой петлей провязала 2 ряда 3 ряд вяжем так как вязали 1 1 петля кромочная 5 петель лицевых и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей 4 ряд вяжем так как вязали 2 1 петля кромочная дальше вяжем одну петлю снимаем не провязанной нить перед работой 1 лицевая одну петлю снимаем не провязанной нить перед работой 1 лицевая одну петлю снимаем не провязанной нить перед работой и 2 петли вместе лицевой петлей провязала 4 ряда задника по такой схеме как вязала предыдущих два ряда вяжем еще 32 ряда вяжем до тех пор пока на спицах не останется 7 петель провязала задник вот такой задник у меня получился на спице у меня осталось 7 петель закрываем эти петли на штабочек готов и